Йо-йо-йо! Здарова, народ! Чего? Чё тут происходит? Fold 5 против X3, Fold Vivo Pro, чё-то такое! Мрак! Этот обзор будет непростым на моём канале, потому что всегда, когда я сравнивал эти телефоны, я никогда не планировал брать его себе. Но сейчас я действительно уже неделю вожусь с этим Vivo, пытаясь на него перейти с Samsung. И я скажу так, достался он мне за 155 тысяч рублей, при том, что в мире он стоит дешевле, чем Fold в баксах. Но в России такая ситуация, что серовозные Fold, например, в моём телеграм-канале, да, ссылочка в описании под каждым видео, где продаются все Samsung по классным ценам, вы можете купить пятый Fold на 512 долларов за сотку новый. А здесь я заплатил 150 тысяч рублей. И я скажу так, если найдётся в моём телеграм-канале человек, который заберёт Vivo за 130, я его отдам и вернусь пока что на Fold. Если не заберут, то перейду на Vivo на некоторое время. Всё равно хочется, знаете, не то чтобы глоток свежего воздуха, но когда второй, третий, четвёртый, пятый Fold одинаковые, хочется просто чего-то нового, просто наскучивает. Если бы шестой Fold был с таким широким внешним экраном и таким тонким, сейчас мы обо всём этом поговорим, то я бы уже сидел на Fold и ждал его. Но пока непонятно, какой будет шестой Fold, и если он будет такой же, как пятый, это просто становится скучно. Если бы я никогда не брал Fold, выбирая между Vivo и Fold, я бы взял Fold однозначно. Потому что эта оболочка Samsung, о, какая же она шикарная. И переходя на китайский флагман, ты каждый день начинаешь страдать с теми или иными вещами. В Samsung всё идеально. Особенно если ты привык к Samsung, особенно если ты переходишь с моноблока на Fold, тебе и так многое будет непривычно. И если ты переходил с моноблока Samsung, то, конечно же, перейдя на Fold от Samsung, будет гораздо удобнее на него перейти. Здесь вы будете страдать в любом случае. Моноблок, не моноблок, всё равно вся эта китайщина, ох, как же она бесит. Но технически это устройство нагнуло Fold во все щели. Просто Fold как будто бы самсунговский помойка. Это называть буду Vivo, то буду называть Fold, запомните. Vivo это просто эволюция, революция, всё что только угодно. Я технически в восторге с этого устройства. И сейчас я попробую вам привести доводы, рассказать о своём опыте использования и почему, возможно, я останусь на Vivo. Но китайщины здесь хватает и начинается, знаете, с чего всё? Вот даже мы берём, в комплекте они кладут чехол. Вроде бы молодцы, кладут вот такой вот чехол, который, вам кажется, ну неплохо, в комплекте чехол кожаный, приятный. Вот я его надел, и я понял, что я больше никогда его, блин, не одену. Во-первых, он всё равно нихера не защищает. То есть у вас половина телефона голая, вот так падение, внешний экран разбивает. Что мы защищаем? Заднюю крышку, которая ничего не стоит? Ну спасибо, зашибись. Дальше. Внешний экран не защищаем. И самое ужасное, что они зачем-то защитили металлический шарнир, который и так надёжен. Почему это ужасно? Потому что, раскрывая этот телефон, вот эта штука елозит по внешнему экрану. И вы понимаете, что? Я вам сейчас покажу, что, минуточку. Я за первый день, это елозит защитной штукой, да, благо клеят защитную плёнку на внешний экран. Но вы посмотрите, вот эти все вертикальные царапины на ней уже появились. И нахера делать в комплекте такой чехол, который тут же испортил мне устройство? А если бы я снял защитную плёнку, я бы экран разодрал? Ну зашибись, блин, ну зашибись. Дальше, что касательно вот так вот двух этих телефонов. Vivo больше, но при этом сдуреть как тоньше. Он сильно тоньше. Внешний экран у него шире, соответственно и внутренний шире. По камерам. Камеры у Vivo Samsung, как по мне, так уделывают, по крайней мере, на бумаге 100%. Zoom однозначно, потому что тут полноценный телевик, тут вонючая троечка. Ширик тут без автофокуса, тут с автофокусом есть макросъёмка. Ну и основной модуль Vivo для фоток так точно будет лучше, чем на Samsung, и это всё понятно. По внешнему экрану вроде бы кажется, что они даже как будто по размеру похожи. Но не стоит так думать, потому что на самом деле, если мы сложим эти телефоны, то мы увидим, что слева у Fold'а сдуреть какая большая рамка, справа тут тоже рамочка. И если мы уже возьмём вот так вот, что-то вот так он лежит на столе, вот с таким наклоном, ну сдуреть у него камера торчит, конечно, ладно, хорошо. Если мы вот так вот сравним, да, давайте посмотрим. Так, мы берём тёмную тему, выключаем, заходим в настройки, заходим в дисплей. Про экран сейчас тоже поговорим, я как раз протру. На Fold'е плёнки вообще никакой нету, на Vivo заводская плёнка завода есть. Соответственно, если я беру, захожу в настройки и смотрю на белую тему, так, 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 то мы видим, что слева экран он значительно больше. И сейчас мы ещё и шима на нём не видим, да, то есть вы видите, что справа экран мерцает, слева экран не мерцает. При этом, если мы будем сравнивать их по максимальной яркости, да, то если мы сделаем вот так, экран Vivo сильно ярче, белый сильно белее, на нём нет никаких мерцаний, то есть он безопаснее для глаз, и только если мы включим повышенную яркость на Самсунге, вот тогда экран Самсунга будет как будто бы белее, слева экран кажется розоватым. По факту в жизни это, ну, наверное, слева экран не такой розовый, как кажется на камере. При этом, если мы будем заходить в какие-то вещи и сравнивать цвета этих экранов, да, то я бы сказал однозначно, что экран Vivo, он насыщенней, он круче. У меня в обоих стоят яркие цвета на Самсунге и на Vivo, фильтр синего отключён. И если мы будем сравнивать, то мы однозначно увидим следующую ситуацию, что цвета на Vivo, они, да ё-моё, я что не могу открыть картинку, вот, они явно слева ярче, они явно слева насыщеннее, они круче. Это 100%, от этого вы никуда не денетесь, спорьте со мной как хотите. Слева цвета круче, белый белее, красный краснее, цвета у Vivo круче. Это придётся принять. Просто вот как фолды уничтожали бюджетники, где были оранжевые цвета, также настолько краснее Vivo, чем и оранжевее фолд. Это 100%. Вот видите, насколько одинаковые картинки выглядят по-разному. Просто абсолютно. И если мы привыкли к тому, что даже небольшие оттенки мы видны, то здесь прям сильно видно, что экран слева, он значительно лучше. Синий-синий. Даже если вот открыть какой-нибудь одинаковый, там, знаете, ВКонтакте, да, зайти в одинаковую переписку, например, то вот посмотрите, насколько слева картинка цветастей насыщеннее, чем тут. Видите, ну то есть прям по экрану, да, Vivo круче. Давайте по внутреннему экрану сравним. По внутреннему экрану уже не так видны отличия. Плюс у Vivo хреновая адаптация ВКонтакте. Видите, здесь оно как бы всё маленькое, пиксельное изображение, оно, большую площадь изображения берёт, оно не пиксельное. Здесь оно просто растянуло маленький участок этой игрушки. Вот она, этот PlayStation, вот она здесь какая маленькая. То есть у вас, в принципе, всё как-то растянуто. И при этом, если вы перевернёте его горизонтально, у вас вот эта вот полоска вот здесь появляется. Видите, чёрная зачем-то под фронталку. Ну, короче, на Самсунге вы вообще знать не знаете про эту фронталку. У вас всегда идеальная адаптация приложений. Вы вообще никак про неё не помните, не думаете и так далее. По звуку сразу скажу быстренько, что звук на них одинаковый. Vibro лучше у Самсунга значительно. И настройки Vibro лучше у Самсунга. Вот это мы всё ещё дойдём. Пока что просто говорю про техническую разницу. Также на столе Самсунг лежит практически ровно. Vibro вот здесь вот камера прям сильно выпирает. То есть понятно, что одна половинка будет выше другой. В раскрытом состоянии это не очень. Дальше. По яркости на внутреннем экране ещё раз. Внутренний экран, я бы сказал, что ярче. Если вот прям включить повышенную яркость, поярче он всё-таки у Самсунга. И вот здесь даже как будто слева я увидел какие-то шим-полосы на долю секунды. Но такое себе. Давайте сейчас ещё красный сравним на внутренних экранах. Так, так. Давайте вот так вот сделаем. Вот. Видите? Слева опять красный насыщенный. Опять он сочнее. Опять он мне нравится больше. При этом, поскольку экран шире, картинка больше. Да? Вы должны это понимать. Но также вы должны понимать, что если вы смотрите какой-то видос с YouTube, то вы, включая видео, вот так у вас всё примерно одинаково. На фолде даже вылезает чуть больше. Адаптация просто божественная. Здесь адаптация просто никакущая. Соответственно, если вы включаете какое-то видео, то получается у вас следующая тема. Что, когда телефон разложен вертикально, то видео здесь будет больше, потому что ширина телефона больше. Но на Samsung вы можете развернуть видео горизонтально, получить картинку такого же размера, да? Вот она такая же вышла. Даже чуть-чуть, даже побольше. Вот видите? Чуть-чуть побольше. На Vivo, если вы картинку вот так развернёте, вы уже практически никакого прироста не получите. И картинка у вас будет один в один, как на Samsung. Хотя, может быть, ещё капельку больше. Да, наверное, ещё чуть-чуть капельку больше. Дальше. Касательно рамок вокруг экрана. Ну, здесь они примерно одинаковые. У Vivo почему-то вот на шарнире вот здесь вот прям выпирает сильно дугой вот этот механизм. То есть, видите, он прям торчащий. На Samsung здесь всё практически вровень. Я даже не боюсь его положить вот так вот. И, знаешь, что я не касаюсь ничем земли. Здесь же я побоюсь вот так вот этой выпуклостью положить телефон на землю. Дальше. Чем ещё мне понравился Vivo? Samsung, чтобы вы понимали, ёмкость аккумулятора 4400. На Ultra 21, 22, 23, 24 5000. Очевидно, что здесь экран больше, ёмкость меньше. Херня. Здесь ёмкость 5700. То есть, больше, чем на любой Ultra. При этом я могу его сложить. И у меня большой внешний экран. При этом он гораздо удобнее, чем экран Fold'а в этом плане. Потому что, да, мне всегда нравился экран Fold'а тем, что одной рукой везде легко дотягиваться. И, в принципе, это действительно так и остаётся. Но для тех, кого этот экран кажется узким, то этот экран, конечно же, удобнее. Я вообще могу этот телефон не раскрывать. Получая охеренный телефон с хорошей камерой. Прочитайте, Vivo X100 Pro купил с таким же большим экраном. Более скруглённым, чем Ultra. Таким же тонким, как Ultra. И могу сказать, что 5700 на такой экран, это офигеть как круто. То есть, кстати, я покупаю сразу самый автономный телефон в таком форм-факторе. Который ещё и может раскрываться, если нужно. Потому что Fold не раскрывать, вы будете стараться. Здесь можно не раскрывать. И у вас тонкий телефон с большим экраном и большим аккумулятором. Как бы офигенно. Даже если вот сломается внутренний экран, этот телефон будет гораздо круче, чем если у вас тут сломается внутренний экран. Понимаете, о чём я. Дальше. Касательно шайбы кольца камер. Что могу про неё сказать? Здесь вам протирать камеры не так удобно, потому что нужно каждую писюльку протирать. С другой стороны, поцарапать эти линзы и разбить, их гораздо будет сложнее, чем поцарапать и разбить такой круг. Но вы должны понимать ещё, что вот этот круг, который здесь торчит, он удобен. Потому что у вас как раз вот так палец ложится, и у вас телефон вот так вниз особо-то уже не выскальзывает. На Самсунге у вас как бы вот палец вот здесь проскальзывает, оп-оп-оп, и уже как бы вниз пошло, потому что вот здесь у вас зацепа за камерой не будет. Поэтому в этом плане, в разложенном и сложном сцене, эта камера это хороший плюс. Потому что чехол мы носить не можем. И если на Fold у вас есть дофига чехлов на Алиэкспрессе, на Азоне, на Авито, где угодно, вообще купите любые чехлы, какие только хотите, на Vivo пока чехлов вообще никаких нету, и вы просто будете страдать в ближайшее время. Я уже начал. Дальше, по звуку сказал одинаково, Vivo гораздо лучше у Самсунга. Как я начинал пользоваться этим телефоном? То есть, вы поняли, аккумулятор больше, процессор опять же здесь, я с Самсунгом хожу как лох. Почему? Потому что он вышел летом, здесь Snapdragon 8 Gen 2. Сейчас вышла 24 Ultra, которая стоит дешевле в магазине, но при этом уже на следующем процессоре 8 Gen 3. А я до сих пор хожу с Fold, который стоит как бы дороже, но процессор у меня прошлогодний. Чего я как лох себя должен чувствовать? Здесь уже 8 Gen 3, соответственно, по процессору круче. Вот. А мне почему важен процессор? Потому что я играю в единственную игрушку, которая реально сложная. Вот она запускается через эмулятор PlayStation FlatOut 2, понимаете? И вот на Gen 3 она идет идеально без просадок. На Gen 2 она еще просаживается. На Gen 1 она вообще лагает капитально. То есть, если я хочу поиграть реально в свою игрушку, вспомнить старые добрые времена, как я играл во FlatOut раньше, то, конечно же, мне вот этого процессора самсунговского не хватает. И вот здесь я немножко расстроен. В остальном вообще пофигу, какой процессор, вы никогда этой разницы не чувствуете. Просто понятное дело, что игра для PlayStation 2, запускать ее на Android, оптимизация не какущая. И, конечно же, нужна большая мощность, чтобы она не лагала. Если вы будете играть в обычные игры с PlayMarket, то, соответственно, у вас проблем вообще не будет. То есть, да, если вы хотите поиграть в что-то вот такое вот серьезное, то как бы... Сейчас я вам покажу, может, даже как это выглядит. Так, так. Допустим, Forest, допустим. Допустим. Ну, то есть здесь все полноценно, прям как на компьютере, абсолютно. На компьютере, на PlayStation, и как в старые добрые времена вообще играю без каких-либо проблем. И просадок. Snapdragon 8 Gen 3 радует. Samsung отстает. Ждем шестого фолда с большим экраном и Snapdragon 8 Gen 3. Так. Вот. То есть здесь у меня все классно. Видите, я могу себе газовать, я могу себе таранить там. Вот все у меня... Блин, я что пропукался? Ну, короче, одной рукой, понимаете, что это не суперудобно. Но по факту, короче, полноценная игрушка. Видите, качество четкое. Все вообще замечательно. Абсолютно как в старые добрые времена. Чуваки вылетают и так далее. В такие игры вы сейчас не поиграете. Уже с Play Market ничего такого там не делают. Дальше. Что вам сказать? Сейчас я буду рассказывать, как я переходил на этот телефон, с чем я столкнулся. И потом посравниваем камеры в конце концов. Потому что все-таки у меня тут опыт использования, а не обзор, как мы привыкли на блогеров смотреть. Дальше. Что еще вам могу сказать про эти мобилки? Ну, вот в сложенном состоянии. Вот вы уверены, что вот так эта вот разница, когда они сложены, она вам ключевая. Мне кажется, что это вот, это вообще мелочь как бы, да? Это вообще мелочь. То есть, если для вас это важно, ну окей. Но я считаю, что вот это вот, это не та разница, о которой стоит говорить. Сейчас, секундочку, я его чуть-чуть подправлю. Во, вот так вот. Ага. Мне кажется, что вы должны это понимать. Дальше. Что вам еще рассказать про эти мобилки? Эх, короче, Viva. Еще и зарядка. Здесь 25 ватт. Тут 120 ватт, по-моему. Ну или около сотки. Так что, конечно же, более емкий аккумулятор, который заряжается быстрее, с более крутым процессором, в более тонком корпусе, с большим внешним экраном. Оно меня порадовало. И я подумал, блин, это круто. Дальше. Почему? Вот началось с чехла, да, китайщина. Дальше, здесь. Они сделали два сканера отпечатка пальца. Один на внешнем экране быстро и вопросов нет. Другой на внутреннем экране быстро и вопросов нет. На Самсунге он просто в кнопке. И я всегда могу что на внешнем, что на внутреннем разблокировать. На хера делать два отпечатка пальца, если можно сделать один в кнопке? И гениально, по-моему, да. Дальше, что касается динамиков. Смотрите, сверху какие маленькие для динамика дырочки. Мне кажется, это не очень круто. Мне кажется, что это будет уступать вот такому вот решению. Дальше. Что я вам еще хотел сказать? То есть, по экрану мне Vivo понравился больше. И по размерам, и по шиму, и по яркости. Но вот эти вот то, что там 4500, а здесь там вот это вот 2500. Не надо на это вестись. Нифига. То есть, очень-очень близкие экраны. Если включить повышенную яркость на Самсунге, которой, в принципе, нет на Vivo, то очень все близко. Но я выключу повышенную Самсунге. Нафиг мне нужно, чтобы они так сильно здесь сейчас насиловались. Вот так вот делаю. Тут чуть-чуть спущу, тут выключу повышенную. И как бы окей. Но шим, вы видите, что тут как-то экран больше шимит. Тот чувствителен к шиму. Получается, Fold вообще не вариант. Лучше брать S24 Ultra и не париться. Как я переходил на это устройство? Вы видите, в чем я. В часах, каких. Huawei, сейчас мы об этом поговорим. Значит так. Короче, я купил эту мобилу. Русского языка нет. Приложения все с иероглифами, как я страдал. Google браузера нету. Play Market нету. Клавиатуры русской нету. Есть только китайский браузер, в котором Google Chrome хрен откроешь. Я еле-еле через этот китайский браузер смог открыть Google Chrome. У меня это заняло часа два. Я открыл Google Chrome. В Google Chrome я смог найти АПК-файл клавиатуры. Клавиатуру я скачал какую-то... Можно было Яндекс клавиатуру, можно было Google клавиатуру, наверное. Я скачал Microsoft клавиатуру, потому что я к ней больше всего привык. Она больше всего похожа на самсунговской. Но она все равно далека от самсунговской. Сейчас объясню тоже почему. Почему я с ней страдал, объясняю. Видите, у меня вот здесь разрыв. Объясняю почему. Потому что на внутреннем экране этот телефон широченный. И пользоваться им полноценной клавиатурой у вас пальцы не дотянутся до кнопок, которые будут в центре. Поэтому нужно выбирать режим, чтобы был разрыв между клавишами. Вот у меня разрыв этот, соответственно, есть. И... Как еще раз ее включить? Ну, вы только что его видели. Я спокойно дотягиваюсь. Но если я включаю в этой клавиатуре разрыв, то на фолде, конечно же, все умное. У меня разрыв тоже включен. Но, однако, здесь клавиатура цельная. А если я фолд разложу, она будет с разрывом, да? Но на Vivo, конечно же, нет. Конечно же, это китайщина. Все это будет у вас дерьмо. То есть здесь у меня клавиатура с разрывом. На внешнем экране без. Здесь она на обоих экранах с разрывом. Если вы знаете, как это исправить, дайте мне знать, потому что я не разобрался. У меня здесь, блин, разрыв. Это трэш. Это, по-моему, трэш. Знак вопроса тоже я строю здесь. Видите, большая кнопка стереть. Тут она что на внешнем экране маленькая, шармудрение. А стираю я часто. Мне это неудобно. Как настраивать размер кнопок? Походу, что никак. Если кто-то, опять же, знает как, дайте знать свое мнение в комментариях. Дальше. Знак вопроса. То же самое. Смотрите, вот я беру. У меня русский язык. У меня вот здесь вот на кнопке B знак вопроса. Я зажал, знак вопроса поставил. Все. Здесь у меня на букве B доллар. Нахрена мне доллар? Непонятно. Знака вопроса нет. Нет, надо зажимать сюда и переводить вот так. А когда сюда зажимаешь, обычно это происходит вот такое движение. У тебя все сворачивается. Бомбит. Да. Ладно. Поставил я клавиатуру. Когда у меня появилась клавиатура с русским языком, я смог наконец-то скачать браузер. Скачал браузер Google Chrome. Потом я смог скачать Play Market. Я смог включить Google сервисы. И наконец-то у меня был Google Chrome, Play Market, Google сервисы. Все. Я уже скачал YouTube. Он, да, работает. Все прекрасно. Начал уже скачивать приложение. Все нормально. Все адаптируется. В принципе, все окей. Дальше. Я начал часы подключать Wearable. Наушники подключились. Часы Watch 6 Classic. Ни хрена. Пересмотрел я все инструкции на YouTube. Ни хрена. Не работают. С Vivo эти часы Samsung. Начал бегать по Москве. Тут же искать часы Huawei. Но взял последние. Watch 4 GT Pro, как они называются. По автономности круче, чем самсунговский. Но какой дурак это придумал. Самсунговский. У меня металлический безель по кругу. И экран внутри. Сейчас я вам покажу. Вот у меня часы Samsung. Видите? Металл. Экран внутри. Плоский. Прекрасный. Все замечательно. Все надежно. Huawei решили, что надо сделать выпуклый экран. Он не просто торчит над рамкой. Он еще и, сука, выпуклый. Нет. На уроке они сидят удобно. Они как-то меньше мешают, чем самсунговский. Вот, в принципе, по посадке мне нравится. Но по экрану какой дурак придумал выпуклый экран в часах. Я обо все иметь труси бью. Здесь я мог их вот так положить. И я знал, что ничего им не будет. Здесь тут же я буду царапать. И смотрите на их толщину. Она не маленькая. Так что, конечно же, этот выпуклый экран, это просто кринж. Касательно уведомлений. Тоже я страдал. Нет, не потому, что они не прилетают. Я настроил. Там нужно включить автозапуски, дать все разрешения, убрать все энергосберегающие штуки. Уведомления приходить вам будут вовремя. Да. Но не все так просто. Если на Самсунге, во-первых, у меня есть несколько вариантов. Уведомления. Так. У меня есть стиль всплывающего уведомления. Понимаете? И это выглядит так, что у меня просто вот здесь всплывает маленькое окошко с уведомлением. Выглядит это примерно вот так. Вот. Оно вот так всплыло. И все. На Vivo тебе вот так на полэкрана всплывает какое-то окно. Но, ладно, более того, вот это уведомление здесь может всплывать и на выключенном экране, и на включенном. Здесь только на включенном. Если телефон выключенный, вот я бывает, знаете, смотрю фильм, поставил телефон вертикально, и мне люди что-то пишут. Если спрашивает человеку куда перевезти деньги, я сразу вижу, что ему надо ответить. А если человек спрашивает, есть ли торг, я сразу вижу, что пускай ждет, пока закончится фильм. Вот и все. Понимаете, о чем я говорю? Здесь такого нету. И, соответственно, без часов вы, в принципе, уведомления, когда экран выключен, видеть не будете. Более того, в Самсунге, если уведомление пришло, оно всегда идеально этим овальчиком выскакивает. У вас еще и можно длительность настроить этого овальчика. Долгая, низкая, размер. Здесь оно либо всплывает на долю секунды, либо просто провибрировало, вы вообще не успели увидеть, либо всплывает, но все равно кратко настроить длительность нельзя. Я уведомления прочесть не успеваю. Дерьмо, да, спасают часы, потому что на них приходит уведомление, если телефон заблокирован, на них оно горит подольше, и, в принципе, я прочесть успеваю. Но мне, сука, пришлось менять часы из-за этого. У меня зарядки по всему дому на часы Самсунг. Теперь у меня, блин, должны быть часы Huawei. Бомбит ли меня? О, бомбит меня знатно. Дальше что вам рассказать? С клавиатурой выстрадания мои поняли. С уведомления выстрадания мои поняли. Дальше что я вам еще могу сказать? В остальном, в принципе, неплохо. Касательно внутреннего экрана, в пленке на обоих экранах у меня сейчас экран, да, могу вам сказать следующее, что экран Vivo, он круче. Смотрите, здесь пленка стоит такая, что белый цвет превращается в фиолетовый, и она гораздо более антибликовая. То есть, видите, я отражаюсь гораздо меньше. Это как мы видели у Самсунга. Касательно олеофобного покрытия, видите, хламы там и там. То есть, отпечатки собирают на ура. Дальше, касательно щели. Тоже смотрите, какая вмятина здесь, и какая более плавная. Тут ее практически не видно. Здесь ее видно под всеми углами. Она большая, она сильная. Как бы вы должны понимать, что если вам она не нравилась, то у Vivo это сделано гораздо-гораздо круче. Дальше что вам еще рассказать? Касательно разблокировки. Vivo крут. Я беру, взял, он уже разблокирован. И он уже на экране. То есть, видите, я просто беру телефон, я не жму ни единой кнопки даже. Я просто взял, поднес. Сейчас, но он уже был в руках, поэтому он должен лежать. А потом я взял, поднес, и он сразу уже разблокирован. Круто, круто. Так на обоих экранах с фронтальной камерой я вообще не должен касаться этой кнопки. То есть, я взял телефон, поднес, он уже разблокирован. Я не даже не... Разблокировка по лицу очень быстрая. Вот что я вам хочу сказать. У Самсунга дольше. При этом у Самсунга я взял, ну, тоже, в принципе, сейчас разблокировался достаточно быстро. Давайте еще разок. Ну, как бы тоже все классно. Но надо жать кнопку. Самсунг не будет такого, чтобы его подняли, и он прям сразу разблокировался. Но это все мелочи. Дальше. Как же меня бомбило с того, что у Самсунга, как хорошо сделано. Смотрите, объясняю. Здесь шторку я выдвинул, получил иконки, получил уведомления. Выдвинул еще раз, получил больше уведомлений. Здесь я выдвигать должен только справа, чтобы получить вот это. Чтобы получить уведомления, только слева. Бомбит ли меня с этого? Тоже бомбит. Потому что это непривычно. Бывает, я пользуюсь телефоном одной рукой, мне неудобно тянуться в дальний угол. Это, по-моему, это ужасно. Одна шторка, это гораздо удобнее. Может быть, дело привычки. Я не спорю. Касательно HDR-видео, давайте я вам еще покажу один момент. Сейчас надо его раскрыть. Раскрывать фолт удобнее. Этот слишком тонкий. Его одной рукой раскрывать сложнее. Раскрывается он четко так. Прям есть какая-то четкость в шарнире. Мне это, в принципе, нравится. Дальше. По инструментам, по оболочке, по вот этим вот всяким жестам, фишкам, плюшкам, здесь все гораздо сделано приятнее и лучше. Дальше. Что касательно Costa Rica 4K HDR-видео, давайте посмотрим. Вот вам видос. Я его включаю и там, и там. Я его подгружаю. Сейчас я вам включу какой-нибудь одинаковый момент, например, 10-секундный. Давайте даже сначала. Почему бы нет? Так, теперь я включаю качество максимальное здесь, максимальное здесь. HDR включил. Все на весь экран сделал. Теперь надо одновременно нажать Play. Одновременно нажал, да? Ну вот, смотрите. Здесь уже яркость подсветила нам картинку. Тут пока что нифига. Может быть, решится тем, что надо вот так вручную яркость выкрутить на фалде. Хотя нет, вроде стало максимальное. Но слева картинка ярче. Видите? Здесь уже мы выключили повышенную яркость. То есть, если мы смотрим какой-то HDR-видос, то слева картинка поярче. Это нужно понимать. И она посочнее, наверное. Ну, как минимум, поярче. Ну, как-то вот так это выглядит. То есть, по экрану вопросов у меня к Vivo, в принципе, нет. Ладно, вы поняли, да? То есть, очень я страдал. С часами сразу бан. Удалить всю китайщину, скачать Google приложение, все окей. Но все равно где-то с чем... Вот уведомление вы будете... Да, это не уровень Samsung далеко. Касательно раздельных приложений, окошек. То, что здесь можно открыть три. Нахрен вы никогда три не будете открывать. Пополам можно открыть и здесь, и здесь. В принципе, ровно пополам. Здесь можно регулировать эту ширину, когда приложение открывается. Без разницы. Всякие гугловские штуки есть, все открывается. То есть, там творческая студия, самокаты, все, я качал. Вот оно у меня есть и там, и там. Мои подписчики, все видно. Никаких проблем с этим я не испытывал. При этом, смотрите. Несмотря на то, что экран больше, видите, влезает как будто бы поменьше всего. Да, то есть, это как-то не очень круто, по-моему. Нет, есть в настройках. Можно тут, наверное, повозиться и сделать как-то размер шрифта не крупный, а поменьше. Ну-ка, повлияет ли это? Давайте посмотрим. Ну-ка. Да нет, тоже как бы шрифт уже точно такого же размера, а влезает как-то все равно поменьше. Так что адаптация, понимаете? Вот адаптация, она страдает. Так все плавно. Не могу придраться, не могу придраться. И как глоток свежего воздуха пойдет. Еще заметил разницу в камере. Давайте посмотрим. Так, галерея, значит, галерея. Альбомы тут и альбомы тут. Я хотел чуть-чуть притушить яркость. Вот так. О-о-о. Так, ну, что я могу вам сказать про камеры этих мобилок? Зум рвет. Однозначно. Давайте посмотрим. Вот, например, первый кадр. На основной модуль. Видите картинку? Ну, кстати, касательно ширины экрана. Эта ширина вам нахрен никогда не нужна. Потому что, во-первых, у вас телефон в руках шире получается. Да, внешний экран сделали больше. Но вместе с ним и вырез и внутренний экран. А вот в руках держать вот эту ширину, вот эту вот ширину, уже менее удобно. И у вас просто полосы во всем. Что видео, что фото. Почти во всем у вас фото. Вы мало где будете использовать такую огромную ширину. Это уже прям квадрат получается. Потому что высота-то у нас сопоставима. Ну, хотя даже высота еще чуть побольше, да? Ну, ладно. Но ширина еще больше. И полосы получаются больше с боков. Ладно. Касательно этих фотографий. Вот давайте приблизим машину. Здесь я бы сказал, что результат очень похож. И он практически одинаковый. Да, какой-то прям разницы здесь заметить. Ну, цвета чуть-чуть разные. Но в целом окей. Если я делаю зум, то все. Samsung в пролете. Смотрите. Так вроде похоже, да? Но если вы приблизите, то вы увидите, что на Samsung Cal, а на Vivo топ. Понимаете, да? Ну, просто телевик. Тут он есть крутой цифровой с системой перископа. Здесь нету. Дальше. Это я скрины делал. Не столь важно. Так, секундочку. Вот. Видео теперь давайте посмотрим. 23-секундное. Так, так. Я его открыл. Здесь сразу идет. Тут надо нажать play. Ладно. Нажали play. Позумили. Смотрите, какой четкий зум слева и какой он не очень четкий справа. Я не могу понять, где у меня видео запаздывает, где нет. Мне, походу, вот здесь идет быстрее, да? Вот, смотрите. По цветам и по детализации всех вещей, по деревьям, насколько слева картинка лучше. Давайте еще одну включим. Вот это вот бомбит, что надо включать, конечно. Play жать. Вот он, видите, цвет такси. Но здесь он зеленоватый какой-то. По зуму, по цветам зума, по детализации зума гораздо круче. Другой разговор, что основной модуль пишет видео, в принципе, похоже. То есть здесь вы какой-то разницы не заметите. На Vivo даже потемнее, как будто бы картинка. И в тенях, где-то там под машиной, на Samsung кадр осветляется лучше. Самокаты более правильного цвета. Ширик. Кстати, 4K. Можно переключаться между модулями Vivo. Если вы в Samsung пишите 4K60, вы на ширик не переключитесь. Это вам подстава будет. И, конечно же, макросъемки нет на ширике. А так все вот здесь вот очень даже похоже. По видео. По деталям неба. Картинка сопоставимая. По мусорке. Окей. Сейчас я вам приближу. Вот смотрите. Трешечка там и там. Но слева круче. Видите, вот цвета эти штуки. Она гораздо интереснее. Дальше. Вот такой вот просто снимок. Ну, здесь все примерно одинаково. Но видите, полосы шима появляются на Samsung чаще. То есть, шим присутствует. Дальше. Вот такой вот тип в куртке. Vivo пересветил. Пересветил, да? Как вы считаете? Но детали, смотрите. Штаны какие мутные здесь. И какие четкие тут. Может быть, не Vivo пересветил. Может, на Samsung темно. Здесь хотя бы не лагает. Помните, как я на Huawei страдал? Там вот это вот все лагало. Что-то, блин. Камера была так себе. Цвета были так себе. Тут я не страдаю. То есть, если вы хотите попробовать не Samsung-овскую раскладушку, то однозначно нужно брать Vivo. Потому что, в принципе, у вас технически он реально круче. С Huawei это была дичь. Там не было ни Google сервисов. Ни нормального экрана. Процессор еще хуже, чем в Fold. Там вообще была дичь. Здесь процессор круче, аккумулятор круче, зарядка быстрее, камера круче. По крайней мере, по каким-то вещам. И как бы да. Почему бы не попробовать? Но не Huawei, нет. Дальше. Ну вот здесь я могу прочесть школу на 50. Здесь я могу, не могу прочесть. По идее, получается лучше. Zoom. Смотрите, как четко все цвета видны тут. И как они уже что-то не такие правильные здесь. Касательно деталей. Опять же. Даже не верится, что это одна и та же надпись, да? Согласитесь. Zoom уничтожает. Ну он тут просто есть, тут его просто нет. Ну как бы нет, тут есть телевик. Но он тоже трехкратный. И здесь трехкратный. Но тут трехкратный с перископом. А тут трехкратный обычный. Так что да. Вот вам тучка. Тучка видна лучше на Samsung. Вот вам еще тучки. И здание. Ну вот основной модуль очень близкий. Он примерно одинаковый, я бы сказал. Ну, а вот Zoom, он просто, вы должны понимать, что Zoom у вас тут будет, тут не будет. И вот еще одно видео хотел вам показать. Что по цветам все очень похоже. По мрамору он как-то более контрастный на Vivo. И соответственно вот в темноте да все примерно одинаково. То есть какой-то разницы прям по видео на основной модуле я не увидел. Единственное в чем я увидел разницу, что я могу писать 4К 60 кадров в секунду не только на основной модуле. На Samsung только на основной. Потому что на Vivo я прекрасно переключался. И вот по Zoom, соответственно, я писал по ходу на телевико. У меня все было четко и прекрасно. На Samsung же у меня было фигово максимально на фоне Vivo. Качество было никакое при приближении. И когда я хотел подойти близко к объекту и сделать макро, то ни там, ни там фокусировки не было. А потом я переключился на ширик. И на Vivo я переключился 4К 60 на ширик. А на Samsung даже не смог этого сделать. Но даже если бы смог, на Samsung бы не было все равно 4К 60 на... Ой, не было бы автофокуса на ширике. По цветам перекрас на Vivo. Здесь все красивенько. Вот, вот про этот момент я говорил. Видите, здесь идут мутно. Но тут я сейчас хоп-па сделаю на ширик и могу прям вблизь подсунуться. На Samsung не могу. Вот такие вот дела. Ну и еще пару кадров в более темных условиях. Посмотрите на мрамор. Да, какой он красивый здесь. И какой он белесенький на Samsung немного, да. Дальше. Смотрите, лампочки. Мало того, что... Здесь просто надпись, она белая и белая, монотонная. Здесь я вижу неравномерности подсветки. Видите, вот здесь более светлое пятно, например. Посмотрите на лампочки. Я вижу их детали сетки. Посмотрите на лампочки здесь. И здесь. Ну, гораздо больше деталей лампочек я вижу тут. И шумов. Видите, насколько меньше на Vivo. Их меньше, вы должны это понимать. Хотя одна и та же лампочка это или нет. Ладно, не суть. И еще один такой же кадр. Тоже, смотрите, здесь как я хорошо вижу неравномерности подсветки. Этой лампой я отработал. И здесь практически не вижу того, что подсветка неравномерная. Шумы вдалеке тоже гораздо меньше на Vivo. И по фоткам Vivo все-таки выигрывает однозначно. Видите эту лампочку? Однозначно. Вот такие вот дела в темноватых условиях. Вот. Такая вот дичь. То есть, по оболочке, вот дайте мне Samsung, вот в этом форм-факторе, по идее, да, может быть с менее торчащей камерой, конечно. Но, с другой стороны, она помогает его захватить, чтобы он не падал из рук. Поэтому, ладно, пускай камера будет такая. Уберите эту фронталку нахрен, потому что в некоторых приложениях она просто делает черную полоску. Это не везде можно нормально настроить. Сделайте мне антиблик, как здесь. Экран, как и здесь, пускай. Внешний, окей, большой. Внутренний, окей, большой. Что еще? Тоненький, быстрая зарядка. Все классно. Короче, технически Vivo мне нравится. Программно сыровато. С уведомлениями ужасно. Потому что надо покупать Huawei-вские часы. А у Vivo, я думал, Huawei-вские часы, ладно. Я думал Vivo-вские часы купить. Так у них самые дорогие часы 15 тысяч стоят. Они вообще ни о чем. Они просто дешевка какая-то и по виду, и по сути. Поэтому пришлось покупать Huawei-вские. Благо Huawei-вские работают сразу нормально, без костыри подключаются. Но это же дичь. Я покупаю такой дорогой телефон и должен страдать. Короче, захотите купить, пишите мне. Переходите в телеграм-канал по ссылочке в описании к каждому видео. Я, возможно, даже не буду выкладывать его на продажу. Потому что он продается, вы знаете. Полный комплект, все дела. 130 тысяч рублей. Зайдете в телеграм-канал. Там по лотам можно писать мне прямо в личку. Через ссылки на лот. И можете перейти мне в личку и предложить покупку Vivo. Я вам его с радостью продам. Все. Субтитры сделал DimaTorzok